Ребят, приветствую вас на канале из КСЗ в Цезет. Прошел ровно год, как я работаю на заводе в Чехии. И сегодняшнее видео будет называться «Один год работы в Чехии». Давайте посмотрим, что с этого выйдет. Поехали! Ребят, начну сначала. Я приехал в Чехию 24 января 2019 года. Целый месяц я не работал. Три недели там оформляли документы. Я путешествовал, ездил в разные города Чехии, получил трудовую карту. И потом первый завод, который у меня был, это завод «Панасоник». Я туда должен был идти работать. Вы уже знаете, наверное, видели видео, которое я снимал до этого. Называется «Провал на Панасонике». Я туда не прошел, так как не прошел тесты шуруповать. Это надо было шурупы закрутить на время. Там 10 секунд дается. 10 шурупов надо было шуруповать очень рыхло, быстро. У меня это не получилось, и меня отсеяли. Хорошо это или плохо, я не знаю, но так получилось, и я оказался на другом заводе. На «Панасоник» не прошел. Прошла неделя, мне сказали, подожди, будет место на автомобильный завод, и пойдешь туда проходить тесты. Я сказал «Хорошо, окей». Очень переживал, конечно, то, что и туда не пройду, и там другие заводы кондиционеров, и все такое. Но туда я прошел тесты, и сейчас я работаю уже год на автомобильном заводе. Что произошло за этот год? Ребят, освоил новую специальность. Никогда я в своей жизни не работал на станках, не делал никакие изделия, железо, цветных металлов, не работал как токарь, и вообще никакие такие специальности у меня не было. Здесь я освоил, выучился, сейчас работаю на линке на всех станках. Первое, что меня испугало, когда мы прошли тесты, это когда мы пошли по заводу, и все очень быстро работают. Я посмотрел на линки, все очень быстро-быстро работали, везде висят такие вот эти изделия. У нас заводы совсем в Казахстане другие, идешь в очень большие площади, очень большие цеха, и люди такие маленькие по сравнению с цехом. И видно, кто что делает, а тут небольшое такое помещение, и получается линка такая, и там очень много людей. Ну как, маленькая линка, и там человек 10, и все как муравьи что-то делают. Меня это тоже напугало, думаю, как я смогу работать, я уже с 2000 года не работал физически. Конечно, меня это напугало, вот это все висит, жужжит, и, ну, думаю, будем пробовать. Со мной был парень с Тимиртау, Антон его зовут. Мы тоже посмотрели, мы попали с ним на одну линку. Нам показали, что придете сюда во вторую смену. Мы пришли в определенный час на линку, нас поставили сразу за станок, показали, что вы будете делать, и мы начали працевать, то есть работать. Конечно, я сейчас вспоминаю, это очень смешно, но мы там две недели, наверное, не делали план там, очень медленно там работали, ему 22 или 23 года. Мне на тот момент было 36, 37 должно было исполниться. Я сейчас вспоминаю, мы старались быстро, там план был тысяча штук сделать, мы смотрели на это табло, табло не растет, все другие люди стоят на нас, смотрят, почему мы так медленно работаем. Мы старались быстро работать, быстро-быстро, но ничего у нас не получалось. Две недели там или три, через месяц, наверное, мы только сделали план. Хочу сказать спасибо своему мастеру, что нас не выгнали в шею в таких працовниках, очень медленно. Но мы потом, когда у нас была первая тысяча, мы чуть с Антоном друг друга не расцеловали. Как бы так, сейчас вспоминаю, ребят, это было. Мы просто думали, мы с ним шли, когда с работы, или просто разговаривали, мы рядом с ним в раздевалке переодеваемся. Думали, как вообще этот план можно сделать, это нереально просто, мы и так уже там так работаем, ну быстро. Я думал, что у меня типа за 30 возраст, но он тоже не мог, ну, как бы рыхло, быстро работать. Но потом все-таки у нас получилось, и мы делали план. Если у нас останки не ломались, мы делали план каждый день. Вот так, ребят, это первое, что у нас было. Там первые вот два месяца уже, месяц вот мы там учились, у нас ничего не получалось. Мы были все мокрые, первые вообще, там первая неделя у меня, я не понимал, куда попал. Там у меня под тактек градом. Еще такая линка тяжелая монтажная. И у нас такие финальные станки, где были, где уже тяжелые эти рулевые колонки надо таскать. Мы очень уставали, Антон, вот так, я тоже вот так, спины болят, ноги болят, но привыкли. Но Антон сейчас уже не работает на этом заводе, он сейчас поменял место работы, сейчас работает на другом предприятии. Если смотришь, Антон, привет. Ну, потом, ребят, я там поработал 4 месяца и в июле месяце перевелся по 11 часов. Это линка, которая изготавливает валы для этих рулевых колонок. Там они работают по 11 часов. Тоже я стал на финальную. Ну, там, как, ребят, по 11 часов я уже рассказывал, вообще времени нету. Ну, и тоже физически как бы выматывайся. И было легче, то, что там вот эту саму рулевую колонку не таскаешь. А так тоже, ну, тяжковато. Я смотрю, люди приезжают, которые первый раз наблюдают, кто приезжает. На этой линии в основном люди работают. Не в основном работаю я и одна женщина. Мы работаем долгосрочно, а остальные 7 человек постоянно меняются, приезжают по 3 месяца. Вот так работаем. И я сегодня суббота отработал до 2 часов. Пришел с работы. Думаю, запишу. Сегодня именно у меня годовщина, как я работаю на заводе. Конечно, этот год такой мне запомнится на всю жизнь. Какие положительные моменты. Что много у меня появилось от друзей, конечно, с разных стран, там, республик. Вот, это, думаю, круто. И всякие положительные эмоции. Набрался какого-то жизненного опыта. Потому что люди разные, поведение разное. Со всеми надо находить общий язык. Ну, все такое. А так, работа, работа. Надо просто соблюдать дисциплину. Ходить на работу каждый день. И працывать очень быстро. Сейчас ребята заехали. Все молодые. Работают очень быстро. Вот, кто по 3 месяца. Я говорю, мы каждый день там выполняем план. Раньше, когда я приехал, там 1500-1600. Они делали. А сейчас мы делаем 1800. Постоянно план растет. И очень на больших скоростях мы работаем. Тоже домой приходишь. Ничего не охота. Хорошо, Тимур. Дома, как бы, учеба у него. Он приготовит покушать. Я покушаю. Собираю тормозок. Помоюсь. И просто ложусь спать и отдыхаю. Ну, думаю, это ненадолго. По 11 часов. Я, как мы разгребем сейчас с языковыми курсами. Они закончатся. И будет... Надо меньше нам отдавать будет денег за учебу. То я перейду, думаю, на 8 часов. И уже будет у меня свободное время. И займусь языком. И какую-то, может, смежную специальность буду осваивать. Потому что времени совсем нету ни на что. Ни на личные какие-то дела. Ни на что. Даже вот просто сейчас хотел и туда пойти. Туда столько планов было. Домой пришел, покушал. Принял душ. Прилег. Все. Охота. Телу охота отдыхать. Но все равно себя соскреб с кроватей. Оделся. И, думаю, запишу вам видео. Думаю, будет интересно, ребят. Как бы так. Ну, а так. Ничто не происходит больше. Заходил к Бибигуль. Узнает про Бибигуль. Как она. У нее... Сказать хорошо. Ну, как. Удовлетворительно. Можно так сказать. На троечку. Ей не нравится на этой фабрике. Так же работать. То, что дорога еще... Она вроде свыклась с работой. Я так понял. Но вот это убивает то, что далеко ездить. Туда далеко. Назад далеко. Это, конечно, затруднительно. Ну, я хотел снять с ней видео. Но она отказалась. Сказала, я не хочу сниматься. Видео. Ну, ничем не аргументировав. Я сказал, ладно. Не хочешь, не хочешь. Дело хозяйское. Как бы... Можешь, у нее когда появится настроение. Мы снимем видео, куда мы поедем. Или что-нибудь такое. Как бы так, ребят. Ну, и все. Так больше ничего не происходит. Сейчас придет Тимур. Завтра воскресенье. Мне обратно на работу в ночь. Обратно начинается неделя. Попробую завтра, не обещая, ребят, вам записать видео. Может, куда-нибудь мы съездим. Тимуру я обещал, что съездим в град Карлштайн. Или в город Хепп. Это на границе с Германией. Посмотрим, как я завтра встану. В каком буду настроении. И какое у меня будет физическое состояние. Ну, надо куда-то съездить. Потому что и мне развеется. И как бы Тимур сейчас учится языковые курсы. И готовится к экзаменам. У него репетиторы. И как бы он тоже... Нагрузка такая очень большая. Постараемся снять вам еще видео. Завтра. Сегодня суббота, воскресенье. Может, понедельник, вторник, выходу. Ну, как бы так, ребят. Вот так прошел мой рабочий год в Чехии. Вот так. Работа нормальная. Можно работать. Тепло. Я работаю в белой футболке. Как бы не сильно грязно. Есть масло. Ну, не грязно можно работать. Лицо чистое. Как бы футболка так чуть-чуть грязная. Работать можно. Фабрика хорошая. Мне все нравится. Ну, такие дела, ребят. Буду с вами прощаться. Хочу поблагодарить вас душевно, что вы мне пишете сообщения. Прихожу с работы, постоянно читаю. Спасибо, что поддерживаете меня. За все спасибо, что не отписываетесь от моего канала, так как я снимаю мало видео. Буду снимать больше. Я всегда вам обещаю это. Обещания не могу сдержать, так как физически просто не тяну. Там на фабрике узнают то, что у меня есть канал. И у меня интересуется, когда у тебя еще есть время там снимать видео. Я говорю, ну, человек просто не все свои 100% возможности. Мы используем, может, 20%, 80% в запасе. Это у меня так в голове. Ну, вот так, ребят. А то философия началась. Ладно, буду прощаться с вами. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Огой, ребята. Огой. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok